Детская краевая клиническая больница 17 сентября 2007 года. Хирург Анатолий Клименко проводит сложнейшую операцию. На столе недоношенный мальчик, Илье всего два дня. У ребенка обильное пенистое выделение изо рта и носа, синюшность, удушье, признаки тяжелого порока развития органов, отрезея пищевода. Чтобы спасти ему жизнь, нужно разделить сросшийся пищевод с трахеей, чтобы ребенок смог дышать. Обычно этот диагноз сочетается с пороками других органов и систем. Врачи еще не знают, что желудочно-кишечный тракт ребенка как разобранный конструктор. И даже если жизнь малыша сегодня удастся спасти, нет гарантии на полноценное завтра. Маму надолго разлучили с новорожденным сыном. Страшно было очень, когда я была еще в роддоме, то я долго лежала там. И ты знаешь, что у тебя есть ребенок. Ты знаешь, что ему плохо сейчас. А я его даже не видела. Я после рождения его даже не видела. Старшие дети уже подросли, когда Светлана поняла, что станет мамой еще раз. Беременность протекала без проблем, анализы в порядке, под данным УЗИ ребенок развивался нормально. Но когда до родов оставалось два месяца, женщина внезапно почувствовала себя плохо. Меня положили даже не на сохранение. Сказали, давайте полежите денечка в пять. Мы еще раз у вас все анализы возьмем. По результатам анализов стало ясно, у Светланы угроза выкидыша. Врачи решили делать Кесарева. Стали говорить о том, что надо бы все-таки экстренное родоразрешение сделать, потому как и для вас будет лучше, и для малыша. Светлана согласилась. И уже на следующий день на свет появился Илья. Я еще во время операции, и я уже знала, что что-то не то. Материнская интуиция не обманула. Сын родился со множественными пороками развития желудочно-кишечного тракта. Отрезия пищевода. Трахеопищеводный свищ. Отрезия двенадцатиперстной кишки. Отрезия прямой кишки. Бессвищевая форма. Врожденная гипоплазия первых пальцев обоих кистей. Плоскостопие. Но самое страшное, что пищевод малыша был соединен с трахеей. Слюна попадала в легкий, и ребенок задыхался. Когда поступил к нам, уже у него было страдание, у него было нарушено, и была дыхательная недостаточность. То есть она появилась и нарастала. И это диктовало необходимость операции экстренной. Тогда врачи не представляли, с чем им придется столкнуться. Мы диагноз знали до операции, но вот каким образом, как там все расположено и устроено, не знали. Мы не знали о том, что у него нет пищевода на большом протяжении. И соединить пищевод оставшийся между собой не представлялось возможным вообще. Хирург Клименко увидел, что желудок мальчика находится отдельно не только от пищевода, но и от 12-перстной кишки. Толстая и прямая кишка тоже не имели выхода. Врачи понимали, одной операции не обойтись. Начинать надо немедленно. Операция очень большая, длинная была. Оперативные лечения, которые я проводил у него, они всегда были трудными, ужасно трудными. Я не могла в тот момент ни на что повлиять. Абсолютно ни на что. Моего ребенка спасали без меня, без моего вмешательства. Зная, что такие дети не выживают, операцию доктора делали с тем, чтобы ребенок выжил. Для начала Клименко отделил пищевод от трахеи, чтобы ребенок мог нормально дышать. Желудок соединил с 12-перстной кишкой. Содержимое кишечника стало выходить через отверстие на животе. Оставшийся пищевод, который невозможно было шить, и технологически операция подразумевает выведение его на шею. Он длительное время ел воду. Мы готовили, у него слюна выделялась из этого отверстия на шее. И мы учили его есть, потому что знали, что потом будет пластик, а я ела жидкость, молоко пила. В первые дни жизни Ильи врачи сделали все, что смогли. Следующие операции решили перенести. Ребенок был слишком маленьким и слабым. Ребенок мой выжил. То есть они сделали операцию так, что он смог дожить до остальных трех операций. И дальше началась борьба за жизнь. Светлана боялась, что очередной день может стать последним для ее ребенка. Она не отходила от реанимации, но видеть сына могла только через стекло. Мать мечтала прижать малыша к себе. Первый раз, когда дали его надолго, он настолько ко мне прильнул и до такой степени уснул хорошо. У него даже испаринка появилась вот здесь и на ручках везде. То есть видно было, что он маминым теплом прогрелся. Я сидела, боялась шелохнуться. Я первый раз его держала в руках, а ему было уже почти три месяца. Светлана разрывалась между детьми дома и сыном в больнице. Потом их выписали. Началась подготовка ко второй операции. Хирург Клименко честно признался матери. Он не может дать никаких гарантий. Нет методики спасения в России. Не было до нас. Они ее нащупывали потихонечку. Светлана поверила врачу. Мать и доктор стали одной командой. Она не просто ухаживала за ним. Она полностью доверяла мне. И я чувствовал, что она ассистентом является. Незримой. И во время операции, и после них. Вторую операцию Илье сделали, когда мальчик подрос и окреп. Тогда ему было почти два года. Хирурги соединили желудок с остатками пищевода и поместили его между легкими ребенка. Операция прошла без осложнений. Отверстия на шее, в которые выходил пищевод, зашили. Но впереди малыша ждала третья, не менее сложная операция. Илья уже все понимал. Ему исполнилось три года. Хирургу предстояло собрать воедино желудочно-кишечный тракт. Светлана плакала и молилась и за сына, и за врачей. Вот самые тяжелые моменты, которые я могу сказать, это когда его нужно отдать на операцию. Приходит медсестра забирать, тянет руки. А ты каждый раз понимаешь, что возможно, это последние секунды, когда ты его живым на руках держишь. Что ты его сейчас отдашь, и можешь больше не ощутить его тепла. То есть вот это было страшно. Во время третьей операции хирурги соединили толстую кишку с желудком и прямой кишкой и зашили отверстие на животе. У него не было толстой кишки. Вот эта кишка толстая. Вот она идет и уходит так. Ее просто нет. Я ему сформировал прямую кишку, сфинктер и прочее. А потом уже соединил толстую кишку. Это была последняя решающая операция. Светлана с сыном стали вместе учиться жить по-новому. Пока врачи боролись за его жизнь, Илья тоже не сдавался. Мы начали поправляться. У него появился румянчик на щечках. Вот. И как-то так вот, ну, на ребеночка стал похож. А то, что там под рубашонкой, зачем туда смотреть? Вот. И в принципе, вот, ну, он выглядел очень обычным ребенком. Иногда мальчик задавал недетские вопросы. Ну, он смотрит на тебя глазами и спрашивает. А как же мне жить дальше? Со священ, с кишкой. Вот. Ну, в общем, эта тема, конечно, интересная. Но она всегда волнительная. И ответ всегда нужно было находить. Хирург Клименко практически породнился со Светланой Ильей. У них вообще свои взаимоотношения, в которые я не влезаю. То есть они мне очень нравятся. То есть доктор вот может прийти и сказать, так, Илюш, пойдем со мной. Куда пошли? Чего пошли? Он вкладывает ему руку в руку. Идет, даже не оглядывается на меня. У Ильи я знаю, как выглядят его кишечники, как выглядят его органы, его брюшной полости, печени. Я знаю, как выглядит его сердце. Я прикасался к его легким. Это все дает такое знание, ну, родственности, что ли. Вот мать же рожает, ребенка она рожает. Она же вот где-то его ощущала, да, он развивался, органы развивался. Вот и в медицине так же получается. Может быть. Сейчас Илье 7 лет. Он внешне ничем не отличается от сверстников. Но жизнь ребенка и его мамы легкой не назовешь. Нужно регулярно проходить обследование, делать специальные упражнения, заниматься с логопедом. У Ильи нарушена речь и ослаблен слух. Но тем ценнее для Светланы каждый маленький шаг сына к здоровью. Это счастье. Ребенок – это счастье прежде всего. А там все вот эти проблемы – это уже потом. Понятно, что они бывают разные. Бывают маленькие, бывают большие, сладкие. Давай поцелуем. Школа. Они часто сидят вдвоем и мечтают, как Илья пойдет в обычную школу, как будет заниматься танцами и, конечно, как поедут летом к морю. Скажи, летом мы едем на море. Летом мы едем на море. А пока мальчик каждый день с удовольствием ходит в обычный детский сад. Какие бы ни были любящие взрослые или многочисленные, так как с детьми, с ними не поиграешь. А здесь игры, вовлеченность во все это. У нас есть цель стать удачным медико-педагогическим проектом. То есть теперь подключились педагоги к нам. Доктор наш, все наши доктора, они сотворили чудо. У него хороший аппетит, он кушает очень хорошо. В садике, по крайней мере, никто не жалуется. Говорят, нормально, все молотит. Вот такое впечатление, что мы вылезли из-под какой-то бетонной плиты, которая нас придавила, и мы все время пытались, пытались, пытались. И вдруг ты понимаешь, что все, ты достиг того результата, вот мы вместе дошли до этого результата, и мы понимаем, что мы это прошли. И дальше у нас все будет только хорошо. Испечем коржи, наделаем икры, и тортик повезем любимому доктору. Сегодня они снова пойдут к любимому доктору, дяде Толе. Светлана говорит, никаких слов благодарности не хватит, чтобы выразить чувства их спасителям. Все-таки ты торт, ой, какой красивый торт, ой, спасибо, молодец. Здрасте, Анатолий Николаевич. Я рыбашечка. Ну, вы же слышите, мы букву «р» научились говорить. Научился уже говорить? Да. Ну, так это настоящая рыба. Два месяца не прошло, мы же вам обещали. Ну, да, килограммчиком полтора, три-балки. Есть немножко, есть. То мы тогда к вам приезжали, мы немножко были, проболели, так вот сбросили, как-то так. А сейчас мы уже, видите, уже мы все, молодцом. Поставлю, я сейчас тебе попробую. Да, он вчера помогал, кстати, печь. Опа! О-о-о! Ну, уже побольше. Уже я вижу, что он не помогает. Такой-то цепот. Видишь ты большой, какой становишься. А руку пожмите. Крепко жми. Хорошо жми. Крепко. Как ты умеешь? Вот так, да, вот. Все, скажи спасибо. Спасибо. Мы еще приедем. Мы не идем, приедем. Нет, не идем, еще. Мы еще приедем. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok